Пару дней назад, я создал пост в сообществе, где попросил чтобы в комментариях мне написали клоны Майнкрафта. Не обязательно ужасные, самое главное чтобы они стилистически были похожи на Майнкрафт, ведь как показало время многим интересны и не совсем ужасные клоны. Потому что все мы уже привыкли к тому, что либо это старый Майнкрафт просто с измененными текстурами, либо это логучее дно в котором 95 процентов это реклама. Но есть и другая сторона медали клонов Майнкрафта, которую сегодня я хочу Вам показать. Так что привет, меня зовут Неркин и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперед за истиной! Ты наверное всегда задавался вопросом, где приобрести лицензию Майнкрафта по низкой цене? На сайте nerkinshops.ru. У нас есть разные типы Майнкрафта, которые придутся по душе каждому. Премиум с полным доступом для Windows 10, удобная мобильная версия сайта с понятным интерфейсом для любителей телефонов и планшетов, доступно множество способов оплаты. После покупки играй на своих любимых лицензированных серверах. Ссылка в описании, и как всегда, не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. Начну с того, что не прошло 5 минут, как мистер Кирилл Баранов, написал мне в личное сообщение, и рассказал про такую игру, как Блоки Роудс. Как только я увидел это название, я подумал, что это будет обычная копия нашумевшей игре Кроуси Роуд, которая и так уже была в стилистике Майнкрафта, все из блоков и НПС тоже из блоков. Но потом я решил погуглить, и оказалось, что это не то, о чем я подумал, наверное давайте обо всем и по порядку. Эта игра как и на айфон, так и на андроид. И сразу, одним из главных минусов, в игре нет русского языка, хоть и по сути он там и не нужен, все интуитивно понятно, но все же хотелось бы его там иметь. Как я уже успел заметить, на андроид и iOS эта игра есть, и присутствует некоторое различие, на айфоне есть дополнительная платная версия, которая стоит один доллар и в которой у тебя нету рекламы, это единственное отличие. Так вот, суть в том, что если мы скачиваем бесплатную версию, то после каждой аварии будет показываться реклама. Но в этой же версии есть возможность скажем так убрать рекламу, как только вы это сделаете, то в бонус будете постоянно получать в два раза больше денег за свои поездки. Но не стоит спешить, разработчик этой игры сделал отличный ход конем, и как никто другой усвоил одно правило — создай проблему, продай решение. Если Вы сразу купите платную версию игры, то у Вас не будет рекламы, но и Вы не получите буст по деньгам, и казалось бы как это так? Но вся суть в том, что в бесплатной версии все цены увеличены примерно в половину. Соответственно игра даже заставляет тебе купить платную версию, но как только Вы это сделаете, различаться они не будут. Гениальный ход, мы почти не автору этой игры, но что-то мы отвлеклись. Давайте узнаем, что же это за игра. Все начинается с того, что нам показывают красивую и полноценную ферму. Но вдруг на эту ферму начало надвигаться торнадо, главный герой ничего не смог с этим сделать, и оно начало разрушать ферму. Он рыдал взахлеб, не смог с собой совладать, как вдруг он увидел, что его машина цела и невредима. И многие подумают, что он ее продаст, чтобы хоть как-то починить ферму. Но нет, нифига подобного, скоро узнаете. После этого мы попадаем в наш мир, он очень похож на мир из Майнкрафта, разве что в Майнкрафте нету такого забора и машины. У нас есть скажем так три локации, уровни, гараж, в котором по ходу игры мы будем разблокировать машины, а также гардероб, в котором мы можем пока выбирать между скином девушки или мужчины. В игре есть всего 12 уровней, каждый из них отличается своей стилистикой. Где-то обычные леса и равнины, где-то заснеженная тайга, где-то моря и реки, а где-то и вовсе пустыня. Наша суть заключается в том, чтобы мы прошли все уровни, а не чем дальше, тем они сложнее. Все уровни похожи на обычный мир Майнкрафта, на заднем фоне можно найти свинюшек, коровок, лисиц, верблюдов и пингвинов, но скажу прямо, они очень упоротые. Наша цель пройти уровень до конца, собрав три сундучка, а также по ходу дела собирать три вида монет. Бронзовые дают одну монету, серебряные дают пять монет, а золотые аж целых десять монет. Монеты нужны нам для того, чтобы мы с вами могли улучшать машину, а также покупать следующие уровни, ибо если ты пройдешь предыдущий уровень даже на сто процентов, то следующий все равно не откроется, нужно будет заново перепроходить, чтобы собрать нужную сумму денежек. К слову о улучшении машины, у каждой из машин их всего четыре и в каждом из которых по десять уровней. Объяснять то, что чем лучше машина, тем дороже ее улучшение я не буду, это и гусю ясно. Первое улучшение двигателя, оно помогает Вам подниматься на высокие холмы чуть легче, а также машина чуть меньше употребляет топлива. Второе улучшение автомобильного моста, которое обеспечивает лучшую тягу, а также помогает легче подниматься на холмы. Третье улучшение подвески, повышает устойчивость автомобиля и снижает шанс того, что машина перевернется. Четвертое улучшение шасси, делают машину более стойкой к поломкам, и как бы странно не звучало, делают машину легче, дабы та могла дольше находиться в воздухе. В целом вот и все. И Вы спросите, в чем тогда суть всей игры? Все очень просто. Помните я говорил про сундуки, и их нужно обязательно собрать? Прям кровь из носу. Не столь важно пройти до конца трассу, как собрать их, ведь в них скрываются улучшения Вашей фермы. Не знаю как это работает, но по всей видимости так надо. После прохождения первого уровня, Вы получите цветы, куриц и забор. Улучшение происходит в следующем образом. После того как Вы их получили, переходите в Ваш мир и игра сама говорит Вам нажать на экран. После того как Вы это сделали, улучшение сразу же появляется на экране. Что забавно, курицы здесь не просто так, их нужно кормить кукурузой. Для чего? Спросите Вы. Я отвечу, для получения дополнительных монет, ведь после того как Вы покормите животных, они будут давать Вам свой продукт. Всего животных в игре 5 видов. Курицы, коровы, свиньи, козы, а также индейка. Все они потребляют кукурузу. Кормить их нужно как и в Майнкрафте, через некоторое время. Правда размножаться они не будут, не подумайте. Курица отдаст яйцо, свинья рульку, корово молоко, коза сыр, индейка ножку. Все они будут появляться по мере прохождения и их продукты можно продавать по самым разным ценам. Самые дорогие это ножки индейки, потому что они появляются только под конец игры. Но есть одно но, с очень маленьким шансом курица вместо яйца может снести алмаз, который стоит целое состояние, одну тысячу монет. Это Вам не хухры-мухры. Но возможно и другие животные их могут дропнуть, но два из двух несли только курицы. Еще вопрос, кукурузка, где же ее взять? Все просто, проходите трассы и иногда вместо монеток можно найти кукурузку. Всю игру спалерить Вам не очень хочется, вдруг кто-то захочет поиграть в нее. Скажу так, самый сложный был для меня седьмой уровень. Его я так и не прошел до конца, но собрал все сундуки. Мне кажется попыток я сделал около 80, чтобы собрать хоть сундуки. Кстати, пара слов еще о них. Иногда помимо животных и улучшений будут выпадать и денюжки, и новые возможности, как например возможность кастомизировать свою машину прямо под себя, а также некоторые элементы гардероба, новые вещи и так далее. Вот такая выдалась необычная игра. Спасибо пятерке, именно он мне про нее рассказал первым. Идем дальше. The Blockheads. Про нее мне рассказал уже чуть больше народу. Ольга Шаяхметова, Дмитрий Лисовец, Девитек, Валентин и все тот же Кирилл Баранов. Спасибо Вам всем. Эта игра существует как на iOS, так и на Android, и вышла она очень-очень давно, еще в далеком 2013 году. Думаю Вы, ровно точно как и я, не раз видели вот эту иконку, как по мне она дико убогая и непонятная, но она очень хорошо кликбейтит, тем что это как будто бы Стив, но это далеко не так. Но эту рожу я часто видел, когда искал новых клонов для Майнкрафта. Просто заходя на страницу игры, я ничего не понимал, и если честно даже не хотел разбираться. Blockheads — бесплатная игра, создана она в 2.5D стиле, и точно так же как и предыдущая, не имеет русского языка. Хотя учитывая то, что она с 2013 года, у нее более 5 миллионов скачиваний, русский язык должен априори там быть. Не понимаю почему его нету. Ну окей, игра начинается с того, что нас приветствуют и сразу же просят создать своего персонажа, в скажем так редакторе. Там мы можем выбрать имя, на удивление Неркин не было занято. Затем выбрать свой пол. Если выбрать кнопку Randomize, то все будет рандомным. Кнопка Customize отвечает за тип лица, стиль прически, цвет кожи, волос, а также одежды. На этом все заканчивается и начинается туториал. Увы, всю игру пройти я не могу, расскажу только лишь про ее особенности. В игре нету рекламы, она бесплатная, но не может быть все так гладко. Есть донат. Он не кусается, но все же есть. Наверное саму игру я бы характеризовал так. Это та террария, в которую я бы поиграл. Она дико похожа именно на террарию, но в то же время использует почти все, что есть в Майнкрафте. Например, первым делом нам нужно создать верстак. Думаете нужно 4 блока дерева? Нет. Один блок грязи и все. А еще определенное количество времени. Ведь в игре все построено на этом. Что-то создаешь? Жди. Если не хочешь, используй кристаллы. Кристаллы можешь купить, а можешь заработать просто так, посмотрев рекламу. Либо же сразу смотри рекламу и проматывай время. Тут уже решать каждому. Примечательно еще то, что в игре есть возможность лазить по стенам. То есть, чтобы вылезти из длинной ямы, всего-навсего нужно просто тыкнуть на место и сам блок хет, это я так понял главный герой. Уже сам вылезет из ямы и прибудет на четко назначенное место. Так же этот штрих может забраться куда угодно, даже на потолок и спокойно держать за верхний блок добывать то, что ему нужно. Это очень забавно и прикольно. К моему большому сожалению, про все рассказать я не могу, ибо для этого понадобится отдельное видео. Но еще могу рассказать, что для каждой категории есть свой верстак. Обычный, по дереву, по инструментам и по разным необычным вещам. Чтобы разблокировать новый рецепт, нужно сначала улучшить до следующего уровня ваш верстак. Есть еще и портал, думаю вы его заметили, из любого места можно в него телепортироваться и попасть скажем так домой. Только будьте внимательны, это платно, за кристаллы. Я не заметил и потратил почти все из-за него, и пришлось смотреть рекламу, чтобы их еще получить. Больше говорить ничего не буду, ибо это уже будет спойлер. Думаю я вас заинтриговал, о, забыл сказать, создателями этой игры являются разработчики, которые подарили нам прекрасный таймкиллер, Althos Adventure, а впоследствии и Althos Odyssey, которые стали выборами редакций как и на iOS, так и на Android. Вот такими выдались эти игры, с одной стороны они прикольные, с другой очень смешные и иногда нелогичные. Но не забывайте, мы говорим о стилистических копиях Майнкрафта. Ее тут точно не нужно искать. Клоны Майнкрафта не обязательно должны быть ужасными, и постоянно использовать реальные футажи из Майнкрафта для рекламы на Ютубе. Они могут быть забавными и веселыми, и использовать концепт игры, или же ее стилистику. В целом, я очень доволен, что поиграл в них, и это точно не реклама, ведь я не оставляю ссылок и скажу, что тигры полнейший шлак, не играйте в них, но это чтобы не подумали, что реклама. Пишите в комментариях название подобных игр, будем играть вместе. Лучше я использую в следующих роликах. Надеюсь Вам понравилось и Вы также подписались и нажали на колокольчик, чтобы не пропускать выход перед следующих роликов, можете вступить в наш паблик во Вконтакте и подписаться на мой инстаграм, а также добавить меня в друзья. С Вами был я Неркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому! Еще услышемся! Спасибо за субтитры делал DimaTorzok